Жаркая пора в прямом и переносном смыслах сейчас в сельском хозяйстве. Завершив уборку озимого ячменя, фермеры активно включились в жатву озимой пшеницы и зимующего рапса. У агрария в каждой минуты на счету, ведь от взятых темпов напрямую зависит судьба всего урожая. К уборке приступили во всех хозяйствах района, как в крупных сельхозпредприятиях, так и небольших фермерских, за исключением Ходзинского сельского поселения. Но и здесь она начнется в ближайшие дни. В районе завершили уборку ячменя на площади 1600 гектаров. Средняя урожайность ячменя составила 47 центнеров. Фермеры приступили к уборке озимого рапса и озимой пшеницы. На сегодняшний день при плане 2700 гектаров озимого рапса убрано уже больше 2000 гектаров. То есть мы уже практически завершаем день-два, завершаем уборку озимого рапса. Средняя урожайность озимого рапса составляет по району 18-20 центнеров. По сравнению с прошлым годом ниже. У нас в прошлом году был рапс, урожайность порядка 30 центнеров. То, что касается озимой пшеницы, ну буквально два дня приступили к фермерам уборки озимой пшеницы. С каждым днем наращивается уборка озимой пшеницы уже, как бы больше и больше фермеров приступает. Ну естественно и погода уже позволяет работать. На сегодняшний день убрано порядка 3000 гектаров озимой пшеницы. И средняя урожайность по району, по району у нас составляет где-то порядка 50 центнеров с одного гектара. Но если сказать так, первым у нас приступили и Ерухайское сельское поселение, и Дмитриевское сельское поселение, где раньше поспела пшеница, в среднем на сегодняшний день влажность озимой пшеницы составляет порядка 13-14%. То есть надо убирать уже за исключением Вольнинского и Ходзинского сельского поселения. Ну там тоже, в Вольнинском тоже уже частично приступили, но массово там еще как бы влажность составляет 16%. Ну я думаю, два-три дня там тоже уже приступят чуть позже к уборке озимой пшеницы. Урожайность значит ниже, чем в прошлом году. Все-таки вот эти вот дожди, не только дожди, и наводнение у нас было и на Вольнинском, на Тыповском, в Майском, в рядах сельских поселений. Они как бы повлияли и на урожайность зерна озимой пшеницы, и на качество зерна. Качество зерна у нас, ну скажем так, не очень. Протеин заставляет это порядка 11-11,5-10,5%. Щуплость тоже зерна до 5% у нас составляет, если взять как объем пшеницы. Ну так что и на урожайность, и на качество в первую очередь повлияли дожди, которые у нас были в июне, в мае месяце. Тем не менее, тем не менее, фермеры района, значит, настроены на убрать урожай выращенный без потерь в оптимальные сроки. В хозяйстве индивидуального предпринимателя Саланбека Хамдохова вовсю кипит работа. Фермер занят уборкой озимого рапса. Вчера он начал убирать первые гектары. Урожайность рапса варьируется от 20 до 25 центнеров с каждого круга. Гектаров 20-25 сегодня, наверное, уберем, а остальное уже завтра. Ну, не успеем просто варить сегодня. В погодном условии как-то повлияли? Конечно. Чрезмерно обильная влага повлияла на урожайность. Болезни, болели, урожай болел. Пшеницы еще не приступили? Нет, рапс закончил, потом пшеницы изоборот. Техника наемная, говорит руководитель хозяйства. Привлечен один комбайн и две грузовые машины. Как завершат уборку рапса, сразу же начнут убирать главную сельскохозяйственную культуру – пшеницу, которая занимает 15 гектаров от общей пашни. Организованно ведут жатву полеводы крестьянско-фермерского хозяйства Зураба-Зехова. Комбайны этого крупного в районе хозяйства работают на пшеничных полях. Такое скопление зерноуборочных агрегатов встретишь нечасто. У нас подсолных 300 гектар и пшеница 500 гектар. Мы пшеницу убрали уже больше половины. Семечки в хорошем состоянии, вот они дожди дали им хорошую подпитку. У нас пока все хорошо. Уборка идет, все люди организованы. Вот стоит вода, пожарная, плух, все, кухня, баня, все у них есть. Все для работы. Погодные условия на урожайность пшеница? Очень плохо повлияло, но ничего, мы духом не падаем. Мы выиграем семечками. Сколько примерно? Ну, 40-42, вот так будет давать. На 10 сантиметров меньше мы идем. Ячменья не было в этом? Ячмень был, ячмень тоже 40 сантиметров. Уборка хлеба никогда легкой не бывает. Это коллективная работа, которая требует от каждого в равной степени старания и отдачи. Механизаторы хозяйства, опытные передовики. Передовиков, механизаторов, кого бы вы хотели отлить? Ну, Семенченко Андрей идет, Абрамов Александр, Женя Абрамов тоже. И по перевозкам Витя Меженский. Все люди давно уже работают, они с сыновьями своими. Впереди у сельхозтоваропроизводителей еще немало работ. Удачи им сейчас точно не помешает. Продолжение следует...